Здарова, геймеры, с вами... Декстогеймер ...пи-47, и я очень сильно не хотел... Не хотел делать это видео, честно, честно, я полностью с вами честен. Но дело в том, что дропнулся новый формат PDF-файлов от Adobe, и я не могу вам об этом не рассказать, потому что это настолько смешно. Окей, все вы знаете Мистера Биста, это топ-1 платформа по количеству подписчиков, и также... Я, кстати, топ-1 платформа по количеству донатов на этой площадке. Все, скорее всего, знают его друзей. И все знают тот самый скандал с одним из его друзей, который произошел примерно год назад. Окей, это Крис Тайсон, давний друг Джимми, с которым они корешатся уже очень долгое время, и с которым они снимали большую часть своих видео. Можно сказать, что Крис является неотделимой частью наследия Мистера Биста, и многие видосы были скрашены именно тем, что он в них присутствовал. Я не могу сказать, что являюсь каким-то специалистом по лору Мистера Биста, но, по крайней мере, большинство видео, которые я смотрел, имели в них Криса. Крис был примерным семьянином, у него родился сын, и все были очень рады за него. А потом, примерно год назад, он решил выйти из шкафа, сказав, что он трансгендер. И, в принципе, это не было чем-то новым, учитывая, что за долгое время можно было заметить, что он красит ногти, и много-много разных вещей, так что это не было чем-то удивительным. Однако, это потрясло общественность, которая считала, что Мистер Бист это аполитичный человек, а тут смотрите-ка, у него в видосах участвует трансгендер, это буквально политическое заявление. Началось противостояние двух сторон, одна из которых была за репрезентацию, а другая говорила, что подобная репрезентация будет плохо отражаться на детях, которые составляют большую часть аудитории Мистера Биста. Интересная, интересная мысль, даже не знаю. Весьма популярный ютубер, который делает документальные видосы про драму на ютубе, сделал видео про... А вы как считаете? ...то, как Крис Тайсон уничтожит карьеру Мистера Биста. Это видео было очень сильно захейчено мейнстримом, потому что... Девять миллионов просмотров! Ебать! ...энтальные видосы про драму на ютубе, сделал видео про то, как Крис Тайсон уничтожит карьеру Мистера Биста. Это видео было очень сильно захейчено мейнстримом, потому что Санни Виту сказал там следующую вещь. Вкратце, Санни Виту пояснил, что Крис, теперь являясь трансгендером, то есть человеком принадлежности к гендеру, который принято защищать в медиапространстве, по сути стал неувольняемым, потому что если вдруг они разойдутся в каких-то вопросах с мистером Бистом, и мистер Бист решит его уволить, то, скорее всего, все начнут говорить, что он трансфоб. За эти высказывания на... Ну, вообще, к такому бы явно притягивали, сто процентов, да. Твиттерские бы сто процентов в этом увольнении Кристины видели бы именно это, да. Даже если бы причина была в другом. Многие бы на это сагрились, это правда. Что тут говорить-то? Санни Виту обрушилась огромная волна хейта, его называли трансфобом, его поносили все большие ютуберы и говорили, что это очень плохое высказывание. Но что в ответ сделал Санни Виту? Он не пошел на стримы оправдываться, он не делал видосы с оправданиями или извинениями, он просто забил на это и продолжил делать видео, и его канал существует и здравствует до сих пор. В ответ на все это мистер Бист выступил и сказал, что да, это все становится абсурдным, Крис это не мой страшный сон, не мой каш... Мне, кстати, видео деду не понравилось, потому что он трансхохол и... Осуждаю, блядь! Ёбаный ты, сука, дебил. Шмар, он мой долбанный друг и все нормально. Эта трансфобия начинает меня раздражать. И ситуация, в принципе, на этом закрылась, и хоть люди хейтили Криса, но в большинстве своем всем было плевать, если честно. Итак, перенесемся на несколько дней назад, когда после всего случая с доктором Дизреспектом внезапно... Дизи, а че думаешь, ну, по поводу доктора Дизреспекта, а? Ёр, мнение по поводу доктора Дизреспекта. Доктор Дизреспект, лох? Казалось, что штуки, которые ты делал 8 или 9 лет назад с несовершеннолетними, все еще имеют ценность. Ну, точнее, ценность для тех, кто хочет разрушить твою карьеру. С Крисом все вышло немного интереснее, потому что то, что на него накопали, не было в личных сообщениях. Это была весьма публичная штука, которую мог найти любой человек в Твиттере. Окей, я думаю, что большинство из более старших людей знает, но вот молодежь, скорее всего, возможно, с этим не встречалась. Но есть такой художник по имени Шедмен. Шедмен рисовал штуки 18+, которые зачастую были весьма неприятными, неполиткорректными и, как правило, воспринимались скорее как черный юмор, потому что, ну, кто мог посметь нарисовать что-то подобное. Я думаю, что те, кто знакомы с базой, в принципе, знают про то, что как... Мы с базой знакомы, да. Какая-то часть его творчества, как правило, содержала из... Ях, но на самом деле я не ебоком речь. ...ображения личности, которым явно не было 18-ти. В японском аниме культуре и хиае это называется лоли. И то, законно ли это, или можно ли это приравнивать к Call of Duty Points, зависит от страны, в которой вы живете. Но для Америки это не было чем-то серьезным. Шедмен в какое-то время был символом контр-культуры, таким типа панком, который рисовал все, что хотел, ему было плевать на последствия. Якста панк. Ходили мемы, типа, ха-ха, это Шедмен, он же рисует отвратительные штуки. О нет, это что, рисунок Шедмана, уберите этот от меня подальше. Но это было более простое время интернета, и тогда же произошел следующий случай. Окей, во многих моих видосах появляется Ким Стар, он краеугольный камень интернета, тот, кто объединяет всех, и тот, кто появляется в каждой истории, потому что он любит разбирать драму. И многие его довольно сильно ненавидят, потому что он мразь. И Шедмен тоже не очень любил Ким Стара, и дело в том, что у Ким Стара в тот момент была восьмилетняя дочь, это было где-то в 2016 году. И в качестве чёрной шутки, опять же повторюсь, это была другая эпоха интернета. Шедмен нарисовал его дочь в своём стиле. Там не было ничего слишком жёсткого, но само изображение восьмилетней девочки в подобном похадном виде... Этого уже хватило, чтобы даже в тот момент многие ютуберы начали обращаться к Шедмену, типа, чувак, ну это уже переходит все границы. Но для большинства интернет-аутистов и анимешников это просто была очередная шутка, и в том числе для Криса Тайсона, которому, в принципе, очень нравился Шедмен. На одном из стримов он даже случайно показал сайт Шедмана, но сразу же его скрыл. Как мы к этому пришли? Дело в том, что 23 июля Ким Стар опубликовал пост, в котором сказал, что Крис Тайсон поддерживал Шедмана, который нарисовал его дочь восьмилетнюю, ну, сами понимаете как. Все знают этот факт, и лично я и Крис Тайсон обсуждали это примерно где-то месяц назад. И это всё ещё меня напрягает, это не мисинформация, это факт. Окей, с этого момента начинается полная неразбериха, потому что многие начали заявлять вещи, которых не было на самом деле. Некоторые поняли сообщение Ким Стара неправильно, некоторые специально начали вкидывать дезинформацию, но из того, что я нашёл, ситуация была примерно такой. Крис действительно угар... А, Дизи говорит, что тебе скажут мнение по поводу дизреспекта, когда вы будете на том фесте публично, он говорить не будет. А, окей, окей. ...по творчеству Шедмана, не скрывал это, постоянно постил там что-то в Твиттере, заказывал у него какие-то... Да похуй, блядь, чё... ...работы и так далее. Но формулировка Ким Стара не в том, что он поддерживал Шедмана в том, чтобы тот нарисовал его дочь, а он просто поддерживал художника, который независимо от этого нарисовал его дочь. То есть сам Крис никак не педалировал тему с тем, чтобы дочь Ким Стара была нарисована. Блядь, что? И вроде как публично нигде это особо не поддерживал. Но всё же он заказал у него один рисунок, который повесил себе на стене в комнате, и который типа изображал современную зумершу, которая была несовершеннолетней, изображённой, ну, сами понимаете, каким образом. Ничего открытого, но всё же довольно мерзкое. Причём этот рисунок на стене появляется в одном из старых видосов Мистера Биста, но стоит понимать, что в то время Мистер Бист был не особо политкорректным и фэмили-френдли. Это произошло уже позже, когда он начал набирать популярность. Но интернет-таблоид... Причём ситуация с Кристиной, ну, сейчас узнаем. Да как вы знаете, побежали с историей того, что Крис сам заказал рисунок дочери Ким Стара и повесил его себе на стену, хотя это два абсолютно разных рисунка, и сам он не заказывал ничего. Однако всё ещё очень сильно порицается связь с Шедманом, которая продлилась как минимум до 2019 года, когда Крис умолял его сделать рисунок вот этой девчонки из-за Героя Щита. В принципе, на этом моменте история с Шедманом заканчивается, но не стоит ошибаться, Шедман это всё ещё кусок человеческого мусора на самом деле, потому что, ну, если вы знаете о его жизни, то вы прекрасно понимаете, о чём я. Окей, но если мы что-то и можем вынести из этой истории, так это то, что у Криса есть зависимость от нарисованного нецензурного контента, который он очень любит и причём заявляет об этом публично. Не, мы все, конечно, знаем эти мемы, типа мой член заводил меня в места, куда я бы не пошёл и с пистолетом, но всё же, когда ты публичная личность или собираешься ей стать, и у тебя осталась куча твитов про то, что ты обожаешь подобные арты с несовершеннолетними, но, возможно, стоило бы это всё поудалять на самом деле, потому что в будущем это может стать проблемой, и её настало. Но всё же пока что это просто... Кстати, дед переиграет в новую китайскую игру The Zone Zero, известную как ЗЗЗ. Намёк? Ну, и я так не думаю. Ассоциация с Шедманом и нарисованные картинки, так что давайте пойдём к более серьёзным вещам. Окей, вот эта девчонка играла в сериале iCarly на Nickelodeon. Её зовут Джанет Маккёрди. И в какой-то момент в интернете произошёл слив её, сами понимаете, каких фотографий, а дело в том, что чуваки, ну, имеется в виду режиссёры и продюсеры на Nickelodeon, не оказались, сами знаете, кем. Это долгая история, Nickelodeon, в принципе, был рассадником всяких фриков, и я думаю, что это слишком долгая история, чтобы сейчас это вспоминать. Но в своё время эти фотки были по всему интернету, и их раскидывали, типа, по приколу. И отрыли очень древний видос со старого канала Криса Тайсона, на котором он говорит, что, блин, это всё так ужасно, это отвратительно, что с ней подобное сделали. Но если вы всё-таки хотите посмотреть, то фотографии доступны по ссылке в описании этого видео. После этого интернет наполнился дезинформацией насчёт того, что она была его бывшей, и он распространяет её фотки, потому что он их и делал. Но ситуация заключается в том, что, нет, эти фотки были по всему интернету, и он просто распространял их, типа, в качестве мема, он был школьником, и это был 2014 год. А, то есть просто дебил, да? И опять же, в данном случае, нет, это очень глупый поступок, я согласен полностью, но, опять же, это была другая культура, другое время, и тогда к этому не относились так серьёзно. Ну и он на своём канале на пару сотню подписчиков не рассчитывал, что это ему аукнется спустя 10 лет. Окей, я понимаю, что, возможно, некоторым из вас кажется, что я как-то защищаю его и так далее, но просто, когда начинаются абсолютно странные набросы, даже на людей, которые мне не особо нравятся, люди уже начинают придумывать какую-то отсебятину или абсолютно неискренне заявлять, что что-то это буквально самый худший поступок на свете, когда это, возможно, был просто глупый поступок школьника. Но, если честно, я не могу себе выдавить какое-то жёсткое недовольство по этому поводу. Тут, скорее, очень большая глупость со стороны самого Криса Тайсона, который не мог предсказать, что будет дальше, и, соответственно, он не подумал о том, чтобы всё это удалить, прикрыть все свои связи со странными личностями, и таким образом в будущем не подставлять мистера Биста. Но сейчас мы подошли к главному аргументу, из-за которого Криса Тайсона и отменяют, и из-за которого он теперь уходит с канала Мистер Бист. Дело в том, что Крис Тайсон неподобающе общался с 13-летним, будучи сам 20-летним в 2016 году. И это уже весьма серьёзное обвинение, примерно на уровне того, что было с доктором Дизреспектом. Окей, у нас есть сообщения из снэпчата, в которых он обсуждал о мыльную воду Бель Дельфин с несовершеннолетним, и люди считают, что это вот неподобающе. Чё, блядь? Пахабная тема, такое нельзя с несовершеннолетним... Чё обсуждал? Ещё раз. Снэпчата, в которых он обсуждал о мыльную воду Бель Дельфин с несовершеннолетним, и люди считают, что это вот неподобающе. Это пахабная тема, такое нельзя с несовершеннолетним обсуждать. У нас есть публичные сообщения. Ну я не знаю, можно по-разному обсуждать воду мыльную. Мыльную. Для ванны. Вода из ванны? Чё? Это лубрикант? Ну, когда стримерша продавала воду, в которой она мылась. А, и они это... Он это обсуждал с какой-то малолеткой? Из Твиттера, где он писал шутки, типа... Нет, потому что он вообще, в принципе, зачем-то общается с каким-то пиздюком 13-летним. Это мне непонятно, зачем он это делает. Совершеннолетним обсуждать. У нас есть публичные сообщения из Твиттера, где он писал шутки, типа... О, она горяча для 4-х летней. Что, на самом деле, погода особо его истории не делает. Также есть анонимные записи их разговоров в публичном Дискорде, в который они оба админили. Эти разговоры переполнены матом, но из того, что я понял, там были просто те самые оскорбления на мать и куча чёрного юмора. Но, если честно, среди этого я не услышал, чтобы там был какой-то жёсткий груминг этого пацана. У них были публичные разговоры в Твиттере, где были странные моменты, типа того, что... Крис отправит свои, ну, вы понимаете, какие фотки, но из контекста примерно понятно, что это тоже были какие-то шутки. Контекст был примерно такой, что первый, кто подпишется на мой патреон, тому и отправил... Чё, получается, Криса отменили по хуйне? Или всё-таки по каким-то серьёзным причинам? ...правлю свои фотки, это такой, типа, я первый. Он такой, типа, ладно, я отправлю тебе фотки. Короче, в итоге сам якобы жертва вышел и рассказал, что, типа, гайз, меня никто не грубил, вроде нормально общались, да, были шутки всякие неполиткорректные, но, в принципе, на этом всё. Насчёт того, что когда ему было 16, они всё-таки встретились с Крисом, он сказал, что, ребят, я с родителями каждый год езжу в палаточный лагерь, и он находится неподалёку от места, где мистер Бист снимает свои видосы. И, типа, родители меня привезли, они познакомились со всей командой, я провёл время с командой мистера Биста, помог им записывать видео. Потом вечером меня родители забрали. То есть, со стороны Криса, по словам этого парня, не было никаких странных шагов и прочего, и если они о чём-то и шутили, это было, в принципе, довольно взаимно. Тут, скорее, вот какая фигня. После истории с доктором Дизреспектом... Всё-таки 16 ему было, а не 13. Интернет несколько поменял свои отношения ко всему, что касается несовершеннолетних, и спрос теперь намного выше. Теперь хватает того, что лет 8 назад ты публично, но в присутствии несовершеннолетних... А, это спустя 3 года. Его, допустим, в твоём Дискорде пошутил какую-то, ну, весьма грязную шутку. Да, как объяснил парень, в их комьюнити Криса называли хентая зависимым, и, в принципе, это был их общий мем и так далее. И хентая для быдла. Если так подумать, во многих моментах он действительно такой весьма странноватый фрик. Я думаю, что с этим... Як стал странноватый фрик. Многие согласятся. Но из всего, что я увидел, сказать, что он какой-то там пидопил, ну, если честно, я не могу. Скорее, просто по молодости он был каким-то очень жёстким кумером, что в итоге, возможно, и привело к тому, что с ним сейчас. Спортная зависимость это не особо хорошая вещь, особенно, когда ты выставляешь её на показ регулярно. И в итоге этого хватило, чтобы вчера ночью Крис выложил следующее послание. Я хотел бы извиниться за любое своё поведение или комментарии в прошлом, если это кого-то задело или оскорбило. Это не было моим намерением. Видя недавние события, мы пришли к обоюдному решению, что лучше навсегда отойти от всего, что связано с Мистер Би, со социальными сетями. И со... Ну это пиздец. Средоточиться на своей... По такой хуйне получается просто навсегда уйти из проекта. ...в ей психическом здоровье. Хочу добавить, что я никогда никого не грумил. Человек, которого упоминают в этих обвинениях, Лава Джиэс, открыто заявил, что они ложные. При этом я смиренно извиняюсь перед всеми, кого обидел своими неприемлемыми публикациями в социальных сетях, прошлыми действиями, а также перед теми, кто может чувствовать себя преданными из-за того, как я действовал в интернете. Смешивать эти два фактора вместе, чтобы создать историю о том, что моё поведение выходит за рамки просто острых шуток, отвратительно, и этого не происходило. За последние годы я понял, что мой старый юмор неприемлем, я не могу изменить того, кем я был, но я могу продолжать работать над собой. Я не хочу, чтобы эти обвинения повлияли на сотни людей, которые работают в Мистер Бист, поэтому я ухожу. И Ким Стар ответил ему, что типа, что-то ты не извинялся передо мной месяц назад лично, когда я говорил о твоём поведении, что ты поддерживал там Шедмана. А шо изменилось? В общем, короче, это стандартные, корпоративные, скорее всего, прошедшие через отдел пиара Мистера Биста, ответ на обвинения с извинениями и заявлением об уходе, который мы уже видели сотни раз от западных ютуберов. Ну, не знаю, мне кажется, уже несколько смешно вставлять в конце всегда вот это, то, что я ухожу, чтобы заняться семьёй и своим ментальным здоровьем. Типа, каждый это пишет в конце, ну, у вас что, одна и та же методичка, что ли? И тут лично, по моему мнению... Ну, когда тебя отменяют похуйнее, блядь, конечно, да, менталка, наверное, тоже по пизде может пойти. И после этого все приходится над этим работать. Есть два взгляда на эту ситуацию. Первый взгляд, этот, который я уже озвучил. Лично я, вот, ну, лично я, смотря на все эти обвинения, да, я не вижу ничего особо серьёзного того, что должно закончить карьеру человека. Если сравнить это со случаем доктора Дизреспекта, то, во-первых, ему там было под 40, когда он общался с неустановленного возраста несовершеннолетним. А, во-вторых, нам не раскрыли диалоги, поэтому... Его не похуй не отменили. Кого? Криса? Ну, вот, исходя из этого видео, я так и не понял, за что, блядь, вот так жёстко отменять. Можно воображать в себе абсолютно ужасные вещи, учитывая, что нам говорят, что там просто, просто отвратительно всё. Но в случае Криса он был молод, и он просто шутил похабные чёрные шутки, которые на тот момент были весьма приемлемы, и никто особо не задавал вопросов. Что касается общения с Шедманом, да, с Шедманом общалось огромное количество других ютуберов, которые считали, что всё, что он делает, это круто и так далее. И смотреть, как они сейчас обвиняют Криса, ну, выглядит весьма неискреннее, если честно. Многие переворачивают так, чтобы всё казалось хуже, что он там на ушко 13-летнему нашёптывал, грумил его. Хотя, по факту, это были просто обычные разговоры с кучей людей в одном дискорде, что он спустя три года встретился с этим парнем, когда ему было 16. Хотя, они просто организовали ему приезд на площадку мистера Биста, показали всё, и его увезли родители, которые знали, где он находится всё это время. И который сам сейчас говорит, что, нет, ребят, всё было нормально, вы, типа, не там копаете. Там был миллион диалогов, которые он мне показал в ДС, он грумил пацана и хотел с ним встретиться в видео хуйня. Короче, я видел оригинал, это были необычные диалоги, там прям хуйня полная. А, да? Где ты это видел? Что за переписки? Которые он не показал, при этом ты говоришь, ну, грумил кого-то. А если он не показал, как ты это понял? Ты рассказываешь, что он буквально заплатил за этот рисунок дочери... То есть, получается, Крис заплатил Дэд Пи, чтобы этот его оправдывал. А ещё Крис заплатил 40 тысячам, блядь, людям, которые поставили 40 тысяч лайков. И только 200, значит, которые здравомыслию ещё не прогнулись под этой пропагандой, соответственно, да, поставили дизлайк. Ким Старо, когда он абсолютно не был с ним связан и вообще другой рисунок купил. Причём не заказал, чтобы его нарисовали, а купил готовый рисунок, который повесил у себя и думал, что это, ну, типа, круто, это так контркуль... У меня есть переписка, Кукума в Вайбере скинула. Чё, кто, блядь? Какая переписка у тебя есть? Ты чё, ебанутый, шо ли? Груминга — это процесс установления доверительных отношений с ребёнком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Осуждаю, блядь. Ну и последнее, люди, которые рассказывают, что он сливал фотки своей бывшей женщины, хотя тогда Крис был буквально никем, и не встречался со звездой Никелодиона. Просто ему там в 17-18 лет показалось прикольным, что он может ссылку на эти фотки скинуть и, типа, охарить. А, это прикол. Ребят, посмотрите, как это смешно. Не, ну я когда был пиздюком, я вообще, помнится, блядь, пордуху на YouTube залил на свой канал, который у меня был ещё старый-старый мой канал, короче говоря, вообще, типа, прям. Я туда мемчики заливал прикольные всякие. У меня этот канал начал хайповать, набирать по 100 тысяч просмотров каждое видео. Я был известным ещё в 2010, блядь, или 2009 году. Уже тогда я просмотры собирал нихуёвые на YouTube. Но, и мне наткнуло, ну, мне попалось, точнее, видео, где происходило массовое ебля. А, нет! А, да, 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 массовое ебля, короче говоря. Вот, там было видео то ли с японцами, короче, с какими-то азиатами, которые массово трахались. И я залил это видео. Зачем, блядь? Ну, мне показалось, типа, а, прикольно, блядь, ничего себе, так много людей трахается в одном кадре, в одном месте, точнее. Потом я залил видос, где порно-актриса обосралась в бассейне. И вот всё. О, и всё, ебать, мне пермач дали на YouTube в те времена. Я охуел, конечно. Не знаю, ну, типа, люди того поколения. Только не говорить, что вам, друзья, не присылали какие-нибудь стрёмные ссылки на тот же LifeLix или что-нибудь подобное. Просто мне кажется, что если мы сейчас, по современным стандартам, начинаем судить людей за то, что произошло, там, лет 10-9 назад, когда мы жили в совершенно другое время, то так, если честно, вообще никого не оставили. А мог бы стать русским Юнужал Мемис? Так я был не русским. Юнужал Мемис. Меня тогда просмотры добыли от англоязычной аудитории. У меня была американская аудитория. И если бы я тогда не затупил и продолжил всё это перезаливать, я бы набирал эти сотни тысяч, а впоследствии миллионы бы стали. Вот. И да, причём англоязычная аудитория западная, я бы стал миллионером. Когда бы вот появилась эта партнёрская программа на Ютубе. Танец. И если честно, даже после всего этого, хоть я и считаю старого Криса довольно глупым человеком... Я старый Крис, кстати. ...что он всё это не удалил и прочее. Если честно, даже после всего, что я увидел, да, всех материалов, которые я поднял, я не считаю старого Криса педалилом или каким-то очень плохим человеком. Глупым, да. Безответственным, кринжовым, фриковатым, да, конечно. Но не педалилом. Но это не значит, что у меня нет проблем с новым Крисом, потому что, ну, я, конечно, всё понимаю, там, идентичность и прочее, но меня всё ещё раздражает, что он сына без полноценного отца отставил. Я понимаю, что сейчас принято танцевать вокруг этого, но, если честно, вот, ну, с этим я как-то не могу согласиться или сказать, что мне это нравится. Но, опять же, дело не моё. Но есть также второй взгляд на ситуацию, который, как мне кажется, поддерживают очень многие. И, с какой-то стороны, я. Когда отменяли доктора дизреспекта, людям хватило того, что есть какой-то вот диалог, которого мы не видели, с несовершеннолетним о существовании которого мы можем только догадываться. И, тем более, о его возрасте, который так и не раскрыли. Мы видели, как у человека забрали всё за то, что он сделал 7 лет назад, и мы понятия не имеем, на самом деле, что он сделал, но у нас есть вот понятия... Это пиздец, да, да. ...ототого, что он как-то вот не так общался с несовершеннолет... Но тут, как бы, прикол-то в том, что и дизреспект вроде не то, чтобы отрицал свою причастность к чему-то подобному, да? Вот, то есть, значит, это всё-таки реально было. Просто мы этого не видели. Но и дизреспект не то, чтобы как-то отрицал всё это. Летним. И тогда левая часть Твиттера очень сильно ликовала, что вот этого мужлана, этого трансфоба, наконец-то призвали к ответу. И тут, меньше месяца спустя, происходит вот эта ситуация с Крисом, на которого, ну, скажем прямо, объективно, намного больше вещей, которые можно ему предъявить. Я думаю, что большинство руководствуется именно этим. Он до сих пор на ютюбе стрим... Кто? Дизреспект до сих пор стримит? Реально? Всё, звучат фразы про то, что... Он же ушёл. ...то нельзя в подобном виде общаться с несовершеннолетними. Нельзя шутить такие похабные шутки или что-то такое. Но по факту это просто часть культурной войны между левыми и правыми. Когда левые забрали чувака у правых, теперь правые пытаются забрать чувака у левых. И у них это успешно получается, потому что культура... Ё-моё, шо, блядь. Ребята, а вы кто, левые или правые? Диз спрашивает, когда он будет тебя английскому учить. Дизи меня английскому учить? Завтра можно хоть начать. ...оказывается, работает в обе стороны. У нас есть чуваки вроде Сника, которые долгое время защищали... ...средний, центральный. Мне кажется, это центральный, средний, это всё хуйня. ...доктора дизреспекта. А теперь они усиленно давят Криса Тайсона. В то же время, политкорректные и удобные блогеры и стримеры, которые в своё время разрывали доктора дизреспекта по частям ещё до того, как были какие-нибудь подтверждения, во многом сидели и молчали в тряпочку, опасаясь, что ситуация на самом деле не такая серьёзная, и они, возможно, как-то испортят отношения с Мистером Бистом. Ведь недавно у Мистера Биста вышел видос, в котором либо 50, либо 100, я уже не помню, топовых ютуберов соревновались за приз в миллион долларов. И понятное дело, что многие ютуберы не хотели рушить отношения с Мистером Бистом, пока не будет какого-то официального ответа. Но вот, когда Крис сказал, что уходит, внезапно ютуб заполнился видосами, в которых люди говорят, что, блин, это так отвратительно, я это увидел. Ты левый или правый? Блядь, ну а вы как думаете, я левый или правый? Исходя из сегодняшнего стрима. Я хотел себе глаза выжечь. Это так ужасно, он обсуждал мыльную воду Бель Дельфин, штуку, которую обсуждали буквально все в интернете, и он обсуждал её с 13-летним в снэпчате. Я не знаю, мне кажется, что когда люди набирают определённую, ну, достаточно большую аудиторию, когда они становятся частью топовых ютуберов, то вряд ли услышишь от них какое-то оригинальное мнение, они становятся просто говорящей головой, которая повторяет самую удобную точку зрения, самую непри... Нихуя, нихуя подобного. ...самую точку зрения, потому что вы сами... ...видите, как легко сейчас быть отменённым на западном ютубе. Ну, на западном, да. При всём, что я сказал, я не особо печалюсь, что Криса Тайсона отменяют, в принципе... Так-то факт, конечно, но не я. Многие хотели этого очень давно, я думаю, что к этому всё шло довольно долгое время. И его публичный выход как трансгендера, и то, что он участвовал в видосах Мистера Биста, и многих это раздражало. В общем, всё это поставило на его спине огромную мишень, и это было лишь делом времени на самом деле. Но в итоге многим придётся извиниться перед тем самым Санни В2, который в итоге-то оказался прав, и эта штука действительно оказалась бомбой замедленного действия для Мистера Биста. Я думаю, что после этого Джимми поймёт, что находясь в позиции топ-1 всего мира, ему придётся очень тщательно следить за тем, что делают друзья, которые появляются в его видео. Потому что если люди обвиняют его в том, что он там 100 колодцев открыл в Африке, то если кто-то из его друзей допустит что-то подобное ещё раз, ну, слушайте, ну это уже будет совсем опасно. Но вот в чём ещё интересная мысль. Если мы уже коллективно решили, что Крис пидафил, то это значит, что где-то 90% огромных многомиллионных видосов на канале Мистера Биста содержат в себе пидафилы. А вот это уже большой скандал, и мне интересно, как Мистер Бист будет из этого выворачиваться. Ну и, конечно же, люди хотят продолжения банкета, поэтому теперь объявлен расстрельный список всех ютуберов, которые как дали... Либо контактировали с Шедманом. Ведь никто не сможет скрыться от руки запоздавшего лет на 10 правосудия. В то же время бывшие работники Мистера Биста, с некоторыми из которых, будем честны, он расстался не в лучших отношениях, у которых есть мотивы против... Серпело знаю. Что такое... Кто такой Серпело? ...выкладывают сообщение, что Джимми знал обо всём. И также записывают видео снаружи студии Мистера Биста, показывая некие конфиденциальные бумаги, и говоря, что в случае с Крисом, это всего лишь вершина айсберга, и там происходят ужасные вещи. Аким Стар подтверждает, что это настоящий бывший сотрудник Мистера Биста. Короче, люди начали вылезать изо всех щелей, чтобы затопить Мистера Биста, пока у них есть возможность. Блядь, ждём отмену Мистера Биста, получается. Представляете, Мистер Бист такой, типа, в Твиттере пишет, «Ребята, я ухожу». Потому что меня отменили. Из-за того, чего не было. Это блогер номер один, и так можно получить огромное количество внимания. Начали откапывать видосы 7-летней давности, которые всё ещё есть на его канале, и где Мистер Бист говорит слово... Кто такая Росана Пансино? На F. Так что отк... Слово на F говорит Мистер Бист 7 лет на... Что, блядь? А чё это слово? Я не в курсе. F, 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 F... Фак? Он сказал фак? Ааааааа, то есть... На нашем языке это слово на P. Охуеть и что. Не дай бог, эта женщина ко мне на кик зайдёт. Когда я стримлю кое-что. Ох, блядь, мне кажется, у него инфаркт просто схватит. Ну и что с того? Ну сказал он это. Иииииии... Это блогер номер один, и так можно получить огромное количество внимания. Начали откапывать видосы семилетней давности, которые все еще есть на его канале, где мистер Бист говорит слово на F. Так что открыт сезон охоты, дорогие друзья. И Ким Стар... И... Ким Стар тизерит, что все это только начало, и нас ждет еще огромное количество уникальных и интересных открытий во всей... Небать шизы, блядь. И ты ст... Устроили охоту, блядь, на адекватных людей. Ну, не все там, конечно, адекватные. Есть и правда те, кто виноват. И сделал хуйню. Но к словам цепляться, это уже совсем йогань какая-то прям. Тория. Но это уже будет в будущем. Я не знаю, высказывайте свое мнение в комментариях. Я не знаю, я не особо хотел защищать Криса Тайсона, но просто как-то я вижу, что люди обвиняют кого-то неискренне и пытаются подстраивать факты так, как им удобно. Но, мне кажется, я не могу об этом не сказать. Но, опять же, я почитаю ваше мнение в комментариях. И также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравилось. И залетайте в нашу телегу, группу ВКонтакте и Дискорд, чтобы стать частью нашего геймерского комьюнити. А прямо сейчас на экране есть видосы, которые, как мне кажется, вам подойдут. Это видео про доктора Дизреспекта и видео про американского коммуниста с сумкой Гуччи. Вы можете жмакнуть по ним прямо сейчас. Ой, да не нужна нам твоя сумка Гуччи. Да, интересная информация, конечно, касаемо Кристиночки. Ну, что я могу сказать? Соболезную Кристиночке. Даже не знаю, что она будет предпринимать теперь. Какие действия? Больше näгDSи. Больше, больше, больше. И гейминем. Больше, больше, больше. Удачи.